Это актуальное интервью в студии Пётр Васильев. Здравствуйте. Авиакомпания Якутия – это международная компания, которая занимает лидирующие позиции в воздушных перевозках на Дальнем Востоке. Рейсовые перелеты осуществляются по всей республике Саха и по многим другим крупным городам федеральных округов Дальнего Востока. Захватывают также и центральные регионы нашей страны, главные населенные пункты страны СНГ. Также авиакомпания направляет корабли воздушного флота и в государства Азии и Евросоюза. Сегодня тема нашего разговора – осенне-зимнее расписание авиаполётов. Наш гость в студии – Андрей Винокуров, генеральный директор авиакомпании Якутия. Андрей Семёнович, здравствуйте. Доброе утро. Ну, я думаю, начнем с самого актуального, то, что интересует жителей. Когда откроются субсидии по центральным и местным маршрутам на 2024 год? Ну, традиционно у нас, если разделить этот вопрос на две части, по центральному расписанию – это федеральная программа. Она, в принципе, у нас открывается где-то начиная с начала середины декабря. Ну, это, прежде всего, связано с тем, что авиакомпания проходит конкурс на отбор. Это согласно постановлению правительства Российской Федерации. Поэтому мы надеемся, что где-то с начала середины декабря наше население уже будет иметь возможность приобретать субсидированные билеты на 2024 год. А есть ли вот какой-то пул уже сформированной авианаправлений на 2024 год, которые будут субсидироваться? Ну, в настоящее время самые востребованные направления, они останутся. Это Якутск-Москва, Якутск-Сочи, Якутск-Минеральные воды. Вот, также будет Якутск-Новосибирск, Нирингри-Москва. Это основные. И Якутск-Санкт-Петербург. Вот, поэтому по этим направлениям авиакомпания «Якутия» будет участвовать. Вот, и после отбора, как я уже сказал, мы приступим к продаже. Андрей Семенович, есть ли новинки в зимнем расписании полетов? Ну, из новинок, ну, все мы знаем, в какой ситуации сейчас живем. У нас на сегодняшний день 11 аэропортов закрыты. Поэтому на сегодняшний день наша задача – это все-таки обеспечить авиационным сообщением населения республики с курортными городами, так называемыми. На сегодня это Минеральные воды и Сочи. Поэтому в зимнем расписании у нас будет 4 рейса в неделю в Сочи, ну, Якутск-Сочи, и 2 рейса в Минеральные воды. Также планируем в рамках расширения международных направлений начать полеты в Узбекистан. Это два города – это Ташкент и Фергана. Ориентировочно где-то тоже в середине декабря. И, в принципе, будем наращивать направление Куцхарбин. Мы до сегодняшнего дня летали по четвергам один рейс в неделю. С 18 сентября летаем два раза в неделю. Поэтому, в принципе, мы оставим это направление и в зимнем расписании. Ну, я предлагаю про международное направление чуть попозже поговорить. Вы затронули тему закрытых аэропортов. Вот когда откроется взлетно-посадочная полоса в Черском и в Уснере? Ну, данный вопрос, конечно, не взаимосвязан. Но здесь больше, наверное, вопрос о реконструкции. Касательно Уснера, по нашей информации, это уже в ближайшее время практически. Это в начале октября, да? До 10-го, до 15-го октября где-то. И, опять-таки, по планам подрядчиков, которые ведут реконструкцию аэропорта от Черского, это где-то в первой декаде ноября. Поэтому мы, в принципе, в расписании предусмотрели. Вот уже продажу, конечно, еще не открыли на тот же Черский, да, потому что сроки могут сдвинуться, ну, либо вперед, либо там попозже. Поэтому пока, скажем так, точно мы не можем предугадать. Вот, поэтому ожидаем в эти вот периоды. А как с внутренними рейсами? Какие направления наибольшей популярности у нас пользуются? Ну, если говорить... Да, внутри республики, по той маршрутности, в которой мы летаем, у нас наибольшее количество перевезенных пассажиров — это Якутск-Батагай и Якутск-Тикси. Вот эти вот направления с самым большим пассажиропотоком. Андрей Семенович, я предлагаю еще обсудить тему пересадки. У нас сейчас рейсы, допустим, если не ошибаюсь, в Санкт-Петербург, в Москву летают с посадкой в Нижневартовске. Вот когда такая маршрутная сеть, она перестанет существовать? Да, ну, как немного, наверное, напомню, что в республике ведется полномерная и обширная программа реконструкции аэропортов, в том числе аэропорта Якутск. Аэропорт Якутск, у нас в связи с реконструкцией, скажем так, полоса укоротилась с 15 мая. Планируется, что вот уже в ближайшее время опять-таки, да, аэропорт, скажем так, начнет действовать уже в нормальном режиме. Поэтому авиакомпания Якутия, чтобы не замыкать и не приостанавливать пассажиропоток, особенно в летний период, да, вот, мы свою маршрутную сеть, свои рейсы предусмотрели с техническими посадками в Нижневартовске. Ну, тут следует отметить, что техпосадка в Нижневартовске осуществляется только при вылете из аэропорта Якутск. Если мы вылетаем из Москвы или Санкт-Петербурга, мы летим, так называть, напрямую, то есть без техпосадок. Поэтому мы ожидаем, что с завершением второго этапа реконструкции аэропорта Якутск эти техпосадки у нас прекратятся. А почему нельзя было выбрать для техпосадки Новосибирск или Екатеринбург? Вы знаете, помните, в 21-м году, когда был первый этап, да, мы рассматривали эти аэропорты и даже летали через аэропорт Барново, ну, ближний с Новосибирском. Новосибирск на тот момент тоже был на реконструкции, был весьма загруженный и так далее. Вот, но выбор Нижневартовск выпал только с тем планом, чтобы укоротить время в пути, и второе, это, скажем так, максимально взять на рейс пассажиров. Чем, ну, короче рейс от аэропорта Якутс до техпосадки, тем больше пассажиров ты берешь. Вот, ну, если не вдавливаться там в подробности расчетов наших, да, то по простому, наверное, так и объясню. То есть еще и время в пути сократилось? Да. Насколько? Ну, если сравнить с тем же Барноволом, мы летали где-то вот 10-11 часов практически, да, то сейчас мы летим где-то 8-9. Андрей Семенович, я предлагаю все-таки сейчас поговорить про международное направление. Вы уже упомянули, что частотность рейсов Харбин будет увеличена. Какие планы вообще по связи, авиационной связи с Китаем? Ну, по Китаю, да, в принципе, мы все-таки еще в проработке находятся соединить республику с Пекином, да, ну, там есть своеобразные там тонкости, требующие дальнейшей проработки, да. Вот. Из международных направлений в нашей проработке именно сегодня это рейсы в Казахстан и в Монголию, в Республику Монголию. Но данные рейсы, опять-таки, находятся в проработке, и мы планируем их начать, наверное, уже с марта, ну, то есть к летнему расписанию уже 24-го года. А другие страны Юго-Восточной Азии, допустим, Вьетнам, Таиланд? К сожалению, у нас на сегодняшний день воздушные суда, которые могут летать, скажем так, без санкционных ситуаций, да, это у нас воздушные суда Сухой Суперджет, вот технически у нас мы пока не можем это обеспечить. А если не секрет, как происходит вот это вот установление связей, допустим, с аэропортами Казахстана, Узбекистана, Китая? Ну, если разделить эту работу на несколько этапов, да, ну, попроще себе сказать, то на первом этапе это получение межправительственных соглашений, авиакомпании заявляется в Министерство транспорта о том, чтобы их назначили перевозчиком между Российской Федерацией, ну, допустим, тем же Казахстаном, да, потом рассматривается, не позволяет сам маршрут, но потом рассматривается в ту стоительную маршруту, да, потому что согласно, опять же, тем межправцоглашениям между Россией и другими странами должна быть паритетность в частотах и в рейсах, ну, то есть, там, если российская авиакомпания летает, там, в другую страну, ну, допустим, три частоты, там, в неделю, то, значит, та страна тоже имеет право так же. Вот, когда после этого процедуры выдается допуск авиакомпании непосредственно, да, и потом уже начинается техническая работа, это получение слотов, заключение договора с аэропортами, с наземными обслуживающими компаниями и так далее. Ну, а потом уже конечный, как продукт, это уже заведение в расписании и начало продаж. Ну, суммируя процесс, долгий и трудоемкий. Да, да. Если говорить о... вернуться, собственно, к авиакомпании Якутия, новая концепция перевозки багажа, что за концепция, что в себя включает, какие изменения ждут пассажиров? Да, данная концепция – это в рамках стандартизации. На самом деле авиакомпания Якутия работает и с другими авиакомпаниями по договорам кодшера, да. Наши партнеры работают уже давно по этой концепции, по штучной, да. Ну, ее отличительная особенность в том, что если у нас плата берется за килограммы, да, по данной концепции штучной, мы берем за место. Если у вас тариф, скажем так, багажный, то до 23 килограмм, независимо, сколько там, 15, 17 или 23, да, это плата одна, то есть не по килограмму. Это позволяет авиакомпании убыстрить свои процессы и в дальнейшем, когда мы работаем с другими авиакомпаниями, да, допустим, при трансферных или транзитных там перевозках, да, обеспечить, скажем так, удобство в обслуживании того же багажа нашего пассажира. В принципе, неудобств, мы считаем, для пассажиров не возникнет. Наоборот, будет, наверное, упроститься, потому что на сегодня, вы знаете, у нас 15 килограмм, да, идет взвешивание и так далее. Вот, а в данном случае просто вы сдаете чемодан, который соответствует размерам, там, 55-40 на 20. И до 23 килограмм вы имеете право, ну, просто вы уже конкретно знаете, там, что бесплатная норма багажа у вас такая, то есть не надо там сидеть дома высчитывать, сколько у вас багажа, там, 8 килограмм, 14,5, поэтому я думаю, что для пассажиров это только удобнее будет. Я согласен, что это гораздо сильнее облегчит, собственно, перелеты пассажиров. А как-то поменяются правила или будут какие-то нововведения в перевозке животных, допустим? Ну, по животным, в принципе, нововведений не будет. Нет, мы стараемся быть лояльными, но тоже в соответствии с нашими федеральными уже авиационными правилами, да. Вот, у многих зачастую возникает вопрос по перевозке животных в салоне, вот, когда пишут заявление, ну, заявку в авиакомпании, хоть о перевозке животных, мы иногда отказываем. Вот, в основном, эти, скажем так, отказы идут только в связи с того, что в салоне мы до этого уже согласовали там 2-3 животных. Как говорится, у нас есть нормативы, что больше там 3-5 животных, да, на одном рейсе мы не можем взять в силу там наших правил. Поэтому, в принципе, авиакомпания старается быть лояльным и таким, скажем так, пассажирам. Ну, главное, заранее уведомить авиакомпанию о намерении в перевозке животного на борту. Какие разработаны программы поощрения пассажиров сегодня? Ну, авиакомпания Якутия работает уже несколько лет. Есть программа FreeFlight, в нем 5 уровней, начиная от стандарт. Участникам, в принципе, тоже можно стать легко, как и во всех авиакомпаниях. Это после выполненного перелета написать, допустим, по адресам, которые указаны на сайте авиакомпании, стать участниками и копить мили. Ну, как бы там ничего такого сложного нет. То есть вот эта система накопления мили, она что позволяет? Бесплатно раз в несколько месяцев летать? Да, накопление миль можно использовать различным способом. Это и бесплатный перелет, и приобретение того же багажа. В принципе, мили даже можно передавать другим лицам. Поэтому здесь тоже выбор, что с ними делать для пассажиров, он большой. Они сохраняются и на внутренних, и на межрегиональных, и, так скажем, на международных рейсах. Андрей Семенович, заключение, планы на ближайшую пятилетку авиакомпании? Ну, в планах у нас все-таки это первоначальный вопрос, естественно, обновление парка. Но тема обширная. И обновление парка для нас, как и для полета внутри республики, так и по центральному расписанию, это первоочередная задача. Поэтому мы на сегодняшний день ведем уже работу. И, надеюсь, скоро эта наша работа вылится уже в конкретные твердые договора и контракты. Андрей Семенович, желаю вам и вашим пилотам чистого неба, и благодарных пассажиров. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok